Знакомьтесь, это учитель физики. Мы не первые, но мы лучшие. Может вас на руках носят? Нет, нет, ну перестаньте. Я обычный учитель. Поэтому школа и в спортзал сразу, никаких телефонов. И книги. Можно малый ток подать в класс. Сегодня День Учителя, один из главных праздников осени. По этому поводу у нас в студии замечательный гость. Знакомьтесь, это учитель физики Александр Викторович Ербаков, школа 15, город Бендеры. Добрый день, Александр Викторович. С праздником вас. Александр Викторович, с праздником вас, конечно же, в первую очередь. И сейчас для наших многих зрителей вы предстали в абсолютно новые роли, потому что многие в телевизионном эфире вас чаще видят с гирей или со штангой, а оказывается и указка легла к вам в руку, как родная. Как так получилось? Ну как получилось. Можно сказать, у меня всегда в жизни были очень хорошие учителя. Знаете, в советское время каждый ученик стремился быть похожим на учителя. Вот мой учитель физики, Витринюк Иван Павлович, он мне, можно сказать, и задал те задатки, которые, может, где-то воплотились уже сейчас. То есть я всегда любил физику. Плюс ко всему у меня был очень хороший преподаватель физики в университете. Николай Афанасьевич Константинов. Какой путь вы прошли, да, вот, скажем так, университетский, жизненный, чтобы добраться до школы, чтобы стать учителем? Ну, я уже, как говорится, в зрелом возрасте, то есть, можно сказать, осознанно пришел к учительской деятельности. Вначале я окончил Днепропетровский инженер, технический институт, железнодорожный. Работал в пожарной охране более 26 тысячи лет. В это время окончил физкультурное отделение ПГУ. И вот буквально в прошлом году я окончил еще и физмат. То есть вам не было лень, скажем так, вот не просто уже заниматься своим каким-то любимым делом, да, а вот пойти в учительство и тратить какие-то нервы? Мне всегда нравилось работать с детьми. По роду своей деятельности я всегда в спортивной деятельности тренировал молодых ребят. И я не испытываю трудности в учительской деятельности. Ну, основной коллектив в школе, да, ну, не будем скрывать, это женский коллектив, да, это прекрасно. Как вам вот живется в этом коллективе? Ну, можно сказать, очень хорошо. А есть какие-то минусы, плюсы? Минусы же должны быть. Ну, минусов нет. Можно сказать, нет. Так, хорошо, а какие тогда плюшки, поблажки, может быть, есть? Может, вас на руках носят? Нет, нет, ну, перестаньте. Я обычный учитель, никто меня на руках не носит. На 23 февраля все носки вам. Но зато и на 8 марта все подарки отменяются. Да, да, выкладываться надо, да. То есть есть свои нюансы. Хорошо, а что помогает установить дисциплину в классе? У вас все-таки старшеклассники, это уже старшая школа. Ну, все-таки, знаете, авторитет учителя, он важен, знаете. Как бы ни хотелось, когда мужчина в классе, это совсем другое. Совсем другое. Если помните, в старой дореволюционной России практически все преподаватели были мужчинами. Практически все мужчины. То есть изначально так сложилось. А в силу того, что у нас немножко как бы изменилось времени, и хочу вам сказать, престиж учителя упал. В частности, финансовая составляющая. Мужчина, как-никак, это глава семьи. Должен кормить, содержать. Поэтому мужчин действительно в школе очень мало. А вот такие предметы, как физика, технические предметы, ну, по моему мнению, должны, конечно, больше быть мужчины. Александр Викторович, а чего учитель, по вашему мнению, не имеет права делать? Вот как говорится, нет права на ошибку. Ну, вы знаете, учитель должен всегда уважительно относиться к своим ученикам. Всегда. Не должен себя ставить выше их. Ну, и по моему мнению, как бы он должен всегда иметь авторитет у ученика. Всегда. Такого положения, как сейчас говорят, учитель должен быть другом. Ну, такого нет. Всегда должна быть определенная быть дистанция у учителя. Допустим, я своих учеников, начиная с первого класса, всегда называю на «вы». То есть это немножко отдаляет, знаете как. То есть там какой-то Аркадий Палович бегает такой. Нет, ну, может быть, он, допустим, будет Яков, но это будет «вы». На «вы», ага. Это будет всегда на «вы». То есть действительно должна существовать. Плюс, допустим, ну, панибратство не должно существовать. С детьми мы за руку никогда не здороваемся в школе. В спортдале, когда те же, допустим, дети приходят ко мне, пожалуйста, здесь совсем другое. Поэтому держать определенную дистанцию, как в армии говорят, субординация. Субординацию. Соблюдать субординацию. Сейчас очень популярная тема – это физминутки, которые ввели в школе. Вот интересно, на ваших уроках, на уроках физики есть физминутки? Физкультминутки. Физкультминутки, они на переменах. Ага, на переменах. Они на переменах. Ну, вы все-таки, знаете, предмет нужно преподавать, и отвлекать детей немножко нет. Можно какую-то сделать разрядку. Но физкультминутки… Тем более, вы физик. Да. Можно малый ток подать в класс. Дело в том, что, понимаете, все равно, если дети сосредоточиваются, можно как-то их отвлечь от урока. Но немножко совсем другое. То есть, на переменах, да, пожалуйста. А на переменах что? Какие-то, может быть, приемы из пауэрлифа используются? Вы в этом участвуете или это не ваше? Отжимания? Ну, знаете, я не участвую. Там отдел физкультуры есть, пусть я разбираюсь. Мне и так хватает вечером тренироваться. А вот интересно, что для вас тяжелее? Усиленная тренировка в зале или полный рабочий день в школе? Если сравнивать две ваших профессии. Ну, наверное, все-таки полный рабочий день в школе. В школе тяжелее. Да, потому что я выкладываюсь на уроки. Знаете, детям должно быть интересно на уроке. Преподаватель должен каждый урок преподносить и как-то по-новому. Допустим, сколько я не преподаю, я стараюсь, чтобы уроки все были новые, чтобы дети действительно слушали его. А если детям будет неинтересно на уроке, то они не будут воспринимать материал. А вы успеваете переключаться утром в школу, вечером в спортзал? Ну, знаете, как это делать? В спортзале у меня просто это отдых, понимаете? Это как многие ведут за психологической разгрузкой в спортзал. У вас он есть всегда, да, получается? Да, получается какая-то физическая активность. Там можно проораться. Ну, орём не орём уже, как бы уже на соревнованиях мы, получается, можно поорачивать. Слушайте, ну вот в зале тренажёрном вы же тоже для многих ребят наставник. Что-то из школы, какие-то приёмы, вот то, о чём мы говорили. Вы перенесли в спортзал, да. Нужно свой авторитет как-то поддерживать. Это работает в зале приёмы, которые работают за школой? Кстати, нет, в зале я тренер, в зале я тренер, а в школе я всё-таки учитель. Да, плюс ко всему я хочу сказать, многие дети из 15-й школы занимаются у меня в спортзале. Я почему-то не удивлён, да? Да, и даже более того, те дети, которые уже окончили школу, выпускники, они всё равно приходят. Ну, потому что есть примеры очень замечательные перед глазами. А, кстати, нет такого, что вечером позанимались у вас в зале, а утром пришли, говорят, не подготовил домашку, потому что весь вечер в зале провёл. Наоборот. Наоборот, именно те дети, они более ответственны, потому что им будет немножко неудобно передо мной. Они уже держат марку. А вот лично для вас, как для учителя, каждый день это вот такой маленький бой с детьми, да, за их знания, успех. Нужно каждый день, как говорите, выкладываться. Вот что у вас вызывает гордость и чувство собственного такого самоудовлетворения? То есть вот что произошло такого с вашими учениками? Вы говорите, я горжусь, вот я молодец, я это сделал. Ну, я выпустил в этом году 11-й класс. Вот я действительно ими горжусь. У нас даже есть такой, не баннер, а постамент, где написано 48-й выпуск. Мы не первые, но мы лучшие. Для меня мои дети лучше всех. Мои лучше всех. Конечно, когда я проверяю самостоятельно контрольную работу, и я вижу, что написана работа, она отлично, я испытываю определенную гордость, потому что и моя частица в знаниях этого ребенка есть. Ой, тетрадки – это такой ужас. Я как вспомню школу, тетрадки. Вы не перебарываете себя, чтобы отдельный вид удовольствия, действительно. Вам не тяжело проверять тетради? Нет. Нет, с легкостью. Скажите, Александр Викторович, но вот все-таки физика – это не только формулы и задачи, но и опыты. Как вы их проводите так, чтобы действительно увлечь детей? Это, конечно, проблема большая, потому что оно, все, которое физическое оборудование у нас, это еще старое, по 20-30 лет. Где-то стараешься делать новое. Благо сейчас есть интернет. Где-то видишь в интернете передачи «Галилео», допустим, другие. Смотришь, и действительно что-то, чтобы действительно 7-8 класс, дети, дети должны видеть опыты. Должна быть наглядность в преподавании физики. Потом, конечно, уже начиная с 10-го класса, начинаются формулы, и то все равно кое-что нужно показывать. Да, а как вы относитесь к гаджетам, телефонам? Очень многие школы и даже страны запрещают их просто приносить в школу в принципе. Ну, я категорически против. Категорически против вообще компьютеризации, которая есть в школе. Знаете, для меня, вот допустим, как для учителя, да, можно использовать, но для меня это мел и доска. Мел-доска и наглядные приборы, которые есть. И информация, которая содержится сейчас в интернете, не всегда она полезна. Ну, и надо фильтровать очень сильно, особенно для детей. Да, психологически, допустим, определенный стресс на детей она накладывает. Поэтому школа и в спортзал сразу, никаких телефонов. И книги. И книги. И книги. Ага, побольше книг. Книги обязательно книги. Я всегда своим детям говорил. Сейчас, допустим, чтобы найти какую-то информацию, ребенок просто забивает ее в интернете. И видит сразу. В мое же время для того, чтобы нужно было найти информацию, нужно было найти в книге. В библиотеку еще сходить сначала? Добыча книги, читая дополнительно, вы осваиваете еще другую информацию. То есть вы обогащаете себя. Чем, допустим, сегодняшний ученик отличается от советского ученика? Советский ученик, у него было развернутое представление мира. Не узкое такое, как сейчас, а развернутое. Ну что ж, Александр Викторович, спасибо вам большое за эту беседу. И мы, конечно же, хотим вас еще раз поздравить с праздником. И, возможно, вы тоже хотите поздравить и обратиться к своим коллегам? Конечно. Уважаемые коллеги, учителя, преподаватели, педагоги. И поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам счастья, любви, здоровья, терпения, хороших учеников. И еще раз с праздником вас. Спасибо вам большое. И еще поздравляем вас с наступающим днем города, потому что вы один из ярких представителей бендерчан, если можно так сказать. Спасибо. А мы пока продолжаем. День учителя продолжается. И мы продолжаем. Отправляемся в столичную на этот раз школу. Там проходят нескучные уроки. Вот познакомимся и с педагогом, и с его подопечными.